Новости в области информационной безопасности за прошедшую неделю. Мошенники получили по заслугам. Пользователь GrandSmith поделился на форуме скриншотом сообщений от мошенников, после чего пользователь в комментариях с ником S1N решил отомстить скамерам. S1N с помощью сканирования Nmap нашел другой URL, на который отправлялись запросы, и с помощью LFI он нашел IP-адрес того, кто предположительно настраивал сервер. После деталей изучив перехваченные запросы, пользователь нашел SQL-инъекцию. Там была таблица с администраторами. В качестве описания одного из профилей была приложена ссылка на Telegram. Далее следует конфликт сайта и данные пользователей. Мошенники получили 3818 записей. В числе утекших данных числятся пароли, номера телефонов, адреса email, данные платежных карт, номера заказа, наименование доставляемого товара. S1N не сообщил, что собирается делать с найденными уликами, однако автор поста сообщил, что отправит данные в Центр по борьбе с интернет-преступностью. Apple и Google разрабатывают обновления для устранения уязвимости Zero Day в системе безопасности. Уязвимость связана с тем, как браузеры обрабатывают запросы к IP-адресу, состоящим из четырех нулей. Apple сообщила изданию Forbes, что вносят изменения в бета-версию macOS Sequoia, чтобы устранить проблему, в то время как Google планирует исправить ее в Chrome. Работа над обновлением безопасности началась из новостей о том, что хакеры воспользовались 18-летней уязвимостью Zero Day в Safari, Chrome и Firefox. Исследователи обнаружили, что браузеры отправляют запросы за IP-адреса 4.0 на другие адреса, что позволяет хакерам получить доступ к конфиденциальным данным. Атака Zero Day позволяет хакерам получить доступ к внутренней сети жертвы и атаковать различные приложения. Уязвимость затрагивает частных лиц и компаний с веб-серверами, но число уязвимых систем остается значительным. В России соберут экспериментальный фотонный процессор. Сборка экспериментального образца российского фотонного процессора, обрабатывающего информацию в сотни раз быстрее современных цифровых нейросетей на основе традиционных полупроводниковых компьютеров, начнется в августе и закончится до конца нынешнего года, сообщил РИА Новости Романский Дан. Демообразец был создан при поддержке Росатома. Процессор работает на основе фотонной компонентной базы, то есть информация передается фотонами, а не электронами, как в привычных вычислителях. Производительность машины будет рекордной и достигнет 10 в 21 степени операций в секунду. Роскомнадзор запросил операторов адреса серверов Google Global Cash для более эффективной блокировки YouTube. Специалисты Касперского нашли Троян, который следит за пользователями Android. Трояну присвоили название Lenspy. Троян используется для кибершпионажа, нацеленный на конкретных владельцев Android-устройств в России. Это длится уже не первый год и на сегодняшний день все еще является актуальной киберугрозой для пользователей. Атакующие активно скрывают следы, из-за чего обнаружение Трояна было затруднено. Lenspy маскируется под системные приложения и финансовые сервисы. Функциональность зловреда включает сбор и передачу атакующим в списке контактов зараженного девайса, а также данных журнала звонков и списка установленных приложений. Троян способен записывать экран смартфона при открытии определенных приложений, преимущественно мессенджеров. Стоит отметить, что атакующих не интересует финансовая информация жертв, сообщили в лаборатории Касперского. До встречи через неделю в следующем новостном ролике. Продолжение следует...